Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Информацию, которую я представлю в этом фильме, очень многих, кто ее услышит до конца, повергнет в шок. Поэтому я предупреждаю заранее всех нервных лучше не смотрите, потому что иногда мне пишут, ну Галина, Галина Васильевна, что вы так вот по нервам бьете, вот такую информацию даете, и у нас нервы не выдерживают. Ну не выдерживают, тогда не смотрите, потому что это действительно очень жесткая будет информация. Очень многие мне пишут, почему давно я не делала никаких расследований на тему гибели Юрия Шатунова. Дело в том, что я готовила материал по основной теме. Именно мне, например, разъездная версия. У меня пазлы все сложились. Причина гибели Шатунова такая же, как и причина гибели Бехтерева. Я на это постоянно обращаю внимание, но это проходит мимо ушей большинства фанатов, и люди все равно продолжают искать, скажем так, под фонарем, потому что там удобнее искать. Ту тему, о которой я говорю, причину, вот кричу, намекаю, я сказала, самое главное намекнула, и вот в этом фильме Шатунов Бехтерев «Тайна за семью печатями», третья часть, и здесь всего 14 тысяч просмотров. Здесь портрет Бехтерева Шатунова и маленького ребенка. Уже намекаю, не знаю как, уже такими толстыми намеками, что причина убийства этих людей не в деньгах, вот Шатунов в том числе, не в выигранных или не в выигранных судах. Хотя они тоже имеют место быть, эта версия, но она не главная. Почему я говорю, почему говорю именно к Бехтереву? Потому что очень серьезную информацию я дала именно в этом фильме, но здесь всего 14 тысяч просмотров. Я не знаю, это, по всей видимости, может быть, и Ютуб, или, скажем так, какие-то технологии искусственного интеллекта задвигают этот фильм, отписывают. Сейчас у меня канал очень глушит конкретно, может быть, тоже из-за этой информации. Но то, что в этом видео будет, она еще более шоковая информация. Вот напоминаю, в этом фильме «Тайна за семью печатями», третья часть, я говорила о статье некого Вениамина Додина, памяти Вениамина Додина и о том, что в своей книге правнучка Бехтерева Марина Анатольевна Бехтеревна сказала в предисловии, что по сей день остаются тайны за семью печатями. Возможно, те, кто занимается исследованием этой трагедии, найдут ключ к вековой исторической загадке в тексте книги «Между строк и выдвинут новые версии преступления». Так дело в том, что эту тайну за семью печатями открыл человек, написал эту тайну в 13-м году. Но она, по всей видимости, никому на глаза не попадает. Она есть в открытом доступе в интернете. Я уже намекнула. Эту тайну раскрыл Вениамин Додин. И в этом фильме сегодня мы как раз об этом поговорим. Вот этот смелый человек. Да, он уже умер. Он прожил долгую жизнь. Он в Израиле. Заподозрить его в какой-либо симпатии к Советскому Союзу к тому же Сталину нельзя. Но тем не менее, он конкретно имеет отношение ко всей этой истории. Он знает лично людей, которые были в то время, которые имели отношение к этой истории. Он является родственником многих людей, которые были вокруг. И он видел многие документы. И он отрицает причастность Сталина к смерти Бехтерева. Конкретно. То есть здесь мы эту ложь развенчаем окончательно. Но и то, почему именно Шатунов и причины смерти Шатунова и Кузнецова, по всей видимости, за смертью Бехтерева стоит та же самая причина, которая стоит за смертью Шатунова и Кузнецова. И еще раз говорю, для многих будет шок, потому что эта информация нигде никогда не говорилась, не выставлялась. Никакие блогеры эту тему не поднимали. То, что касается первой половины советской власти, вот именно эту тему никто никогда не поднимал. А вот Виньян Мендозин сделал просто сенсационное открытие, информацию. Не побоялся смелый человек. Но не побоялся он, потому что он сам, это прошло все через его жизнь, и он сам мог оказаться жертвой. И он это понимает. То есть он буквально стоял на грани. Просто чудо его спасло. То есть вот не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть не было бы тяжелой жизненной ситуации, то его бы не было в живых, и никогда бы мы эту информацию не узнали. Потому что кроме Додина больше никто ничего не сказал, не написал. И давайте посмотрим, что нам раскрыл Вениамин Додин в тайне смерти Бехтерева. Те, кому что-то непонятно, посмотрите, пожалуйста, внимательно предыдущий фильм и предыдущую статью, которую я озвучиваю в том фильме, чтобы было понятно. И в этой статье не все сразу будет понятно. Но я за неимением времени, вот для того, чтобы не растягивать фильм, я не буду останавливаться и объяснять каждую фамилию и каждую мысль, потому что здесь тоже много зашифровано. Но в последующем я, конечно, дам полное объяснение, потому что здесь надо просто хотя бы прочесть эту информацию. Если сразу что-то будет непонятно, то просто пересмотрите или найдите в интернете эту статью вот из дневников Вениамина Залмановича Додина «Смерть академика Бехтерева» из его дневников. Он называет все реальные фамилии, всю реальную ситуацию. Все эти фамилии, я их все отыскала, я их все посмотрела, кто они, что они. Они действительно все имели место быть. Это у нас первое десятилетие советской власти. Итак, усаживайтесь поудобнее. Это действительно детективная история. И она реальная, потому что, еще раз повторюсь, я проверила все имена и фамилии, которые здесь сказаны. На это у меня ушло… Ну вот фильм я делала где-то более двух недель. На это у меня ушло это время для того, чтобы в интернете найти, проверить все, почитать массу, перелопатить сайтов. И выяснилось, что действительно все имена и фамилии, которые здесь называют Додин, они были связаны по жизни. Это было в другой информации, это не у Додина. То есть это объективная информация. И каждый также может, как я, проверить этот путь и убедиться в том, что все эти имена и фамилии, они были связаны друг с другом. Это довольно известная фамилия. Про них много написано. Написано много не того, что есть на самом деле. В смысле такая тема, как «Дело врачей». Но в этом фильме мы ее трогать не будем, потому что и так будет очень много информации. Она насыщена, она переполнена. Возможно, еще раз говорю, придется пересмотреть несколько раз для того, чтобы уловить мысли. Потому что я сама перечитывала, вчитывалась, я не знаю, какое количество раз, очень много раз. Возвращалась и перечитывала. Потому что он сам здесь, либо он сам, либо цензура. Здесь такое ощущение повыдергивало многие вещи. Он не объясняет для несведущего читателя, он многие вещи не объясняет. Он пишет такое впечатление мое для тех, кто в теме, кто в этом кругу. Вот он как бы для своего круга пишет. А для того, чтобы вынести на всеобщее обозрение люди, которые вообще впервые это слышат, и многие эти фамилии впервые слышат, как и я, кстати, то, естественно, тем более это еврейские фамилии, это не вот там русские знакомые в еврейских фамилиях, там довольно сложно в их отчествах, довольно сложно все это запомнить, разобраться, кто кому брат, сват, кто друг, кто враг, кто на кого доносы писал. Но когда это повторяешь, 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 вчитываешься, то начинаешь понимать эту схему. И вот начинаем. Еще раз говорю, что в этом фильме конкретно останавливаться на каждом слове я не буду, потому что я буду отдельно делать расшифровку, потому что вот этой статье надо делать отдельную расшифровку. Но кое-что вы все равно поймете. Смерть академика Бехтерева из дневников Вениамина Додина. Ночью у тетки схватило сердце. Прискакал Яков Эттингер. Расстрелян по делу врачей. Впоследствии-то я дополняю. Постоянный кардиолог. Когда-то еще в годы мировой войны работал он в одном из маминых лазаретов. На гражданской служил у Исаака Савельевича Баранова. Вновь с моими родителями встретился уже в середине 20-х годов. Привел его к нам Абрам Борисович Топчан, лектор 2-го мединститута, где мама вела курс. Она познакомила Эттингера с Григорием Ивановичем Рассалима и уж тот свел его со Спиранским, восходящим тогда под патронажем своего именитого коллеги на педиатрический Олимп. Мне неизвестно, почему Георгий Инистрович Спиранский не пригласил Якова Гиляриевича Эттингера к себе. По рассказам Нины Яковлевны Рацар, как раз в это самое время Спиранский искал опытного кардиолога, знакомого с посттравматическими проявлениями. Впоследствии Эттингер попал в окружение Александра Васильевича Вишневского. А вот это имя тоже вы знаете, как мазь Вишневского, наверняка многим знакомо. И я говорила об этом враче в фильме тоже по Шатунову и Бехтеру о том, как погиб Высоцкий. Посмотрите на моем канале. И там как раз я приводила статью одного врача о том, как вот этот самый Александр Васильевич Вишневский внедрял везде эту свою мазь Вишневского, особенно во время войны. И когда ее применяли, было огромное количество гангрен. То есть это тоже было вредительство. Вот видите, он проскочил. Это дело врачей. До 70-х годов и вот эту мазь Вишневского везде внедряли как как бы лечение от гнойных заболеваний. А она наоборот. Она нельзя, особенно при гангренах, если гангрены какие-то ни в коем случае нельзя применять, во время войны ее именно рекомендовали и было применено. У немцев не было гангрены, а вот у наших было огромное количество. Поэтому такое огромное количество инвалидов было после Великой Отечественной войны. И вот этот Александр Васильевич Вишневский, получается, имел прямое к этому дело. Вот видите, НКВД не дошло до этого, не разобралось, не успели. Навыкаиновую блокаду он изобрел, обезболивание. Сочетание навыкаина и масляно-бальзамической повязки дало новый метод лечения воспалительных процессов при самопроизвольной гангрене ног. Но как раз вот этого делать ни в коем случае нельзя при гангрене, любое гангрене, потому что должен быть доступ кислорода к этим вещам. А масляно-бальзамические повязки, они как раз перекрывают доступ кислорода и развивается тот самый абцесс. Вот он как бы, он якобы изобрел эту мазь на трофических язвах, тромбов, лебите, абцессах, карбонкулах и других заболеваниях. В 1932 году выпустил монографию «Местная анестезия». И что дальше? Новые методы, вот то, что я вам говорила, новые методы обезболивания и лечения ран, предложенные Вишневским, сыграли огромную роль во время Великой Отечественной войны, спасли тысячи советских воинов. Метод обезболивания, ну, допустим, метод обезболивания, да, но мазь Вишневского – это как раз развитие гангрены. Стал, значит, метод обезболивания по Вишневскому стал одним из ведущих в операционной деятельности советских хирургов, принос автору широкую известность. Доступный рядовым хирургам метод способствовал проникновению хирургии в обычное лечебное учреждение, до сельской районной больницы включительно. И, то есть, вот этот у нас плюс получается, потому что обезболивание, да, это плюс. А масляно-бальзамическая повязка, мазь Вишневского, предложенная Вишневским в 1927 году, применялась с успехом для лечения ран в военный период. Ну, это большой вопрос. И вот, смотрите, в настоящее время метод считается устаревшим из-за низкой эффективности. Так, минуточку. Или он успешный, или он неэффективный. Или он эффективный. Это они так мягко написали. Из-за низкой эффективности может приводить к повышенному риску рака кожи, гематологических и других заболеваний. Гангрене он может приводить, вот если по-русски говорить. Вот так вот. И автоматически очутился в санупре Кремля. Вот, в сануправлении Кремля. То есть это главное управление Кремля. Вот это тот самый Яков Гилериевич Этингер. С самого начала этой околоправительственной деятельности он стал сперва участковым, а чуть позже личным лечащим врачом Екатерины Васильевны Гер Гельцер. Это как раз тетка Додина, балерина Большого театра. Очень часто, естественно, такие персональные врачи превращались в близких друзей дома своих пациентов. Ведь секретов от своего доктора быть не может, коль скоро сама жизнь твоя и твоей семьи со всеми ее секретами и тайнами зависит от мастерства и порядочности такого всеисцелителя. Так сперва было и у тетки Катерины с Яковом Гилериевичем. Но по мере совершенствования режима и ужесточения его свирепости отношения между пациентом и врачом усложнялись. Постоянные скандалы в Санупре просачивались за пределы его империи. Волчья грызня за злачные места и могущественных подопечных в ЦКУБУ и в Кремлевке естественным образом отталкивали не чиновных пациентов, а рвущихся чиновники еще вчера таких милых, таких своих в доску докторов, умевших, оказывается, не только лечить горло, но и перехватить его за яблочко у своего доброго коллеги, заподозренного в конкурентных намерениях. Отношения доктор-пациент еще более усложнились, когда первого попросту приставили ко второму. Вот какая была система. И я хочу сказать, что он пишет как раз про те времена, когда еще был Троцкий, был жив Троцкий. И он еще был в России. Это еще вот до 1927 года. И дальше эта система вся просто усложнилась и укрепилась. В рутинной обыденности первые покошачьи окарауливали каждый потенциальный прыщ на задницах вторых, их домочадцев и чад, попутно истаивая, верно подданно от переполняющих любви к родной семье пациента. И безо всяких колебаний, тотчас во след посещению любимой семьи ночными гостями, забывали ее адрес. Ночными гостями – это когда происходили аресты, воронки так называемые. И врач, получается, забывал адрес своих любимых пациентов. Вот о чем пишет Додин. В лучшем случае, не придавая по собственной инициативе своих уже бывших подопечных. Это в лучшем случае, получается. Не писали доносов, а так и доносы писали. Что, между прочим, каким-то образом обнаруживалось окружающими и почиталось гражданским подвигом. То есть, если врач не доносил на своего пациента. Однако положение сотрудника Санупра обязывало и обязывало весьма определенно, и в том числе подпиской о сотрудничестве. Я хочу сказать, обратить внимание на вот этой фразе, потому что совсем недавно мы проходили некое бесие. Здесь в Ютубе нельзя называть эти слова. И мы знаем, как некие врачи, некие больницы, не все, безусловно, не все, но некоторые, какое огромное количество смертностей, особенно пожилых людей, было в этих больницах. И как было легко убирать неугодных, в том числе и Настю Метельскую, приписав ей просто этот диагноз. Хоп, а и в печку дальше. И все. Это очень удобно. То есть, такие врачи, они всегда были. Врачи-убийцы, так называемые. Врачи есть люди в белых халатах, которые спасают жизни. И есть врачи, которые либо сами убийцы, либо их заставляют при определенных обстоятельствах, и в том числе подпиской о сотрудничестве. Вот это оно то самое и есть. Если он дает такую подписочку, то никуда он уже, миленький, с крючка не денется. Причем 100 лет назад или сейчас. Обратите внимание, при советской власти, или при царе, или при советской власти, или в 90-е годы, либо сегодня, сейчас, в 2020-е годы, одно и то же. Везде есть вот это дело. Подписка о сотрудничестве. И здесь собственная инициатива не требовалась. Инициатива заложена была в инструкции, неукоснительно исполнявшейся всеми, без исключения сотрудниками высокого учреждения, призванного охранять драгоценные жизни вождей и ближайших к ним бояр. Чистота рядов Кремлевки охранялась куда как строже и неизмеримо внимательнее кадров Лубянки. Ответственность у них была несопоставима. Поэтому забавно было наблюдать, как наши ответственные знакомые из санупровских врачей сухими вылезают из воды, когда все, без исключения, близкие-неблизкие их, исчезнувшего пациента подбираются, исчезают вслед за ним. А они, хранители всех семейных тайн и секретов, отряхиваются по собачьи, отдыхают с месичишко-барвихи или железноводские от пережитых волнений и пристраиваются к очередному номенклатурному пациенту, потенциальному кандидату в престижные подвалы Третьяковского или Варсонофьевского переулков. Да, наблюдение пока еще и забавное, дело занятное, но надо войти в положение. Тотя Катя жила всем, чем жило ее окружение. То есть вот эта самая балерина Большого театра. Не раз пыталась она переменить врачей, мягко говоря, не вызывавших у нее доверия, того же Этингера. И же с ним нифига, умри, но у них. И будьте уверены, умирали, как миленькие, кому и как положено было в точно определенной партии и сроке, по утвержденным спецглавком и ВЧК, ОГПУ, НКВД, а потом и МВД сценарием, и загодя, составленным эпикризом. Загодя составленным. С протоколом небелунгами вскрытий, сочиненными главным гробощиком республики, академиком Алексеем Ивановичем Абрикосовым и Ко. За год до кончины его возглавил он в качестве четвертого тамады торжественный ужин у тети Екатерины на Брюсовом в ознаменовании благополучного окончания 15-летних моих лагерно-ссылочных приключений. Доставленный солидно набравшимся к утру уже к себе на Новослободскую, Алексей Иванович придержал меня в своем кабинете и, пожелав сделать мне необычный подарок, почитая меня с биографией моей вполне собеседником благонадежнейшим, ставшим мужчиною и своим в доску достал из антресоли и показал удивительнейший Гросс Бух. Многие годы верного служения своему сатане так и назвал адресата. Вносил он в тайный фолиант этот имена убиенных высокими медиками по указаниям высоких товарищей, высоких пациентов, причем собственными, как действительный член Академии медицинских и наук вообще оценками первичных документов во смерти главным экспертом, коих являлся страшную книжицу. Листала, оказывается, Екатерина Васильевна и кто-то из ее особо доверенных друзей листал. Листали одним словом. Вот, пожалуйста. Вот здесь Додин, он, в принципе, их всех, ну, изобличает. И получается, что дело врачей, оно не на пустом месте было. Вот, пожалуйста, он черным, по-русски пишет, русским языком пишет. Возможно, это было для своих написано, но это написано в общем доступе. И он сам это разместил в интернете. Значит, возможно, с надеждой, чтобы об этом узнало большее число людей. Вот мы и узнаем. Значит, дело врачей не на пустом месте. Вот, пожалуйста, он свидетельствует, что он сам лично читал эти документы. Он свидетель Додин. Вот этот Гросс Бух читал. И его тетя, оказывается, листала тоже, и не она одна. То есть некоторые люди знали в курсе всего этого. Как убивали неугодных с помощью врачей. Да что там лишние товарищи? Если занятия, встречи, образ жизни тяжело больного Ленина, наконец, жить ему еще или с него хватит, Кремлевские эскулапы решали не в связи с потребностями его лечения, не по согласованию с его родными людьми, образованными, даже не с ним самим, еще соображавшим, а с далеким от медицины Сталином, лично больному, мягко сказать, несимпатичным, и семьей его, тем более, никакими сердечными узами не связанными. И вот он вот эту ставочку делает. То есть он как бы вешает на Сталина вот этот момент. Но это говорит о том, что он не является сталинистом. Он здесь доказательств никаких не приводит. Возможно, может быть, он там что-то читал, но не приводит доказательств, то, что именно Сталин давал такой приказ. Но далее он, наоборот, снимает со Сталина вот поклеб того, что он виновен в смерти Бехтерева. Вот почему я акцентирую именно на этом абзаце, том, что он изобличает Сталина якобы причастным к смерти Ленина, но к смерти Бехтерева Сталин не причастен. Это сам Додин здесь пишет. Но поскольку это не является каким-то официальным документом, это всего лишь его дневники, это всего лишь проза, потому что это все надо проверять. Мы-то не знаем документов, мы-то их не видели. Они-то еще засекречены до сих пор. Очень многие документы по делу врачей засекречены. Их нет в открытом доступе. И далее читаю. Надо подумать. Гениальное озарение января 1953 года дело врачей не с неба свалилось на чиновных медиков. Вот, пожалуйста. Здесь он четко говорит, что за дело было. Происходившие 30 с лишним лет за заборами Санупра и его филиалов по всей стране щедро, щедрее некуда, густо унавоживало почву под будущую всенародную оценку многосторонней разнообразной деятельности закрытых лечебных заведений от Цыковской, Кремлевки до Республиканских, Обкомовских и даже Райкомовских спецбольниц. И даже Райкомовских на уровне районов и спецпалат, где творилось одно и то же. Всего-то и требовалось организаторам очередной чистки праведного гражданского гнева по Заславскому, чтобы кинуть вдавно и с нетерпением ожидавшую светлого праздника толпу советских граждан безотказную крысу еврейского ритуального убийства. Вот и здесь он чисто как еврей отводит от евреев вот это желание привязать любое очередное убийство именно к ритуальному еврейскому убийству. То есть опять-таки ритуальное еврейское убийство оно тоже не на пустом месте берется. Почему именно еврейского ритуального? Вот почему именно? Вот не случайно же? Тем не менее Яков Гильяриевич оставался для меня только врачом Ничто в моих глазах не могло уронить его тем более заподозрить непорядочности даже неприятие его теткой то есть тетка Екатерина Гельцер не хочет Гильяриевича не хочет Якова и Тингера но не может ничего с этим поделать он к ней приставлен происходящее где-то там бессильно было принизить в моем сознании имя врача доктор это имя свято в конце концов создавая союз совестливых для спасения военных медиков мама моя не хуже Володьки железнодорожника понимала не все не все они стоят ее крови ее сил ее времени что она им отдает понимала но не позволяла этому обстоятельству влиять на свои решения и дела чего бы мне отходить от ее принципов я и не отходил хотя очень хорошо и давно знал от старого знакомого бабушки и моего с младенчества доктора Мирона Семеновича вовсе тоже кстати фигурант дело врачей о совершенно непонятной близости Якова Гилерьевича с доктором Клименковым и прошу запомнить вас вот эту фамилию тоже доктор Клименков одним из фигурантов трагедии Владимира Михайловича Бехтерева Юленьки Корнфельд Александра Яковлевича Маслюкова и Белочки Уваровой хочу сказать что Юленьку Корнфельд и Александра Яковлевича Маслюкова мне не удалось найти а вот Белочка Уварова смерть ее гибель эта балерина была подросток девушка молодая убитая про нее много написано есть про нее информация ну не так уж много но есть конкретная информация то есть через сто лет все-таки это до нас дошло это не смогли спрятать под видом под видом сердечного приступа жизнь коих оборвалась по команде Калинина вот здесь он изобличает Калинина и вот я здесь сталкиваюсь с этой информацией лично впервые вообще Калинин безусловно это очень темная лошадка но дневники Додина они раскрывают здесь вообще с другой стороны ну просто ну жесть какая-то получается мало того что Этингер был лечащим врачом Рейна а вот теперь напоминаю тем кто на моем канале постоянной и предыдущий фильм я вам говорила предыдущие фильмы Бехтерева-Шатунова и воспоминания правнучки Бехтерева что она упоминает о том что рядом с умирающим Бехтеревым академиком Бехтеревым находилась его вторая жена Берта Яковлевна и некий Рейн помните и правнучка говорила что этот Рейн был хорошим знакомым этой Берты Яковлевны и вот пожалуйста у Додина он тоже здесь фигурирует Этингер был и лечащим врачом Рейна а ведь Рейн участник всех калининских преступлений имя его всплывало многократно а он плевал на это калининская шестерка а вот Этингера после гибели Уваровой отставили от него не сработал обозленная прокуратура не позволила списать смерть Белочки насчет подсказанного доктором сердечного приступа вот Этингер подсказал сердечный приступ потому что он кардиолог и он подсказал даже Абрикосов отступился и сам Яков Львович Рапопорт патологоанатом пошел напролом на месте перепроверил версию Маршанского установил зверское убийство после изнасилования я хочу сказать что по всей видимости была какая-то у них информация может быть это как-то печаталось потому что он это пишет как человек который в теме вот Додин и вот он говорит допустим даже Абрикосов отступился и сам Яков Львович Рапопорт патологоанатом пошел напролом на месте перепроверил версию Маршанского значит была какая-то версия Маршанского сейчас ничего не найти вот ну может быть где-то это есть если покопаться но вот так вот я долго искала я их всех перепроверяла перепробивала что называется по любым кодовым словам не удалось никаких следов значит что-то здесь вот видно что он скрыто за этими строками скупыми скрыта огромная информация но опять-таки что нам остается только вот то что есть значит установил зверское убийство даже Абрикосов установил зверское убийство после изнасилований и для верности тут же приоткрыл подробности из-за казалось бы неперелазного забора секретности вокруг Калининской дачи у Калинина много дач и не совсем тоже понятно на какой именно но в принципе я предполагаю какая именно дача но здесь в этом фильме мы об этом говорить не будем вообще этот замечательный мужественный человек исторгавший на своих друзей не агара а слепительного юмора при его-то профессии вовсе юмор исключающий ничего и никого не боялся это имеется ввиду Яков Львович Рапопорт он сейчас о нем говорит мы с Розалией Иосифовной уже давно там говорил и бил морду под лицам которые вот этого там боялись больше срама он приходил к тетке поздними вчерами с топчаном который любил его и служил мишенью рапопортовских двусмысленностей о которых Степанович однажды заметил ты Яша прямо как важняк высказываешься что не мыслить то лист дело тебе бы поопасаться маленько друзей хоть мой опекун любил Якова Львовича поэтому видно воду вглядел после 13 января 1953 года арестовали рапопорта вот смотрите Сталин еще немного ему 5 марта он умирает ну отравляют его а дело врачей только-только набирает оборот только-только в самый страшный для евреев час вот тоже я не знаю что он имел ввиду 13 января в самый страшный для евреев час но берег Господь этого чистейшего своего раба охранял его бдительно любил потому что и сохранил приставив пожизненно к последней черте отделяющую скверну жизни от никому недоступной вечности да рассказ Степановича все ставил на место никто не забыл о трагической смерти Владимира Михайловича Бехтерева в 1927 году невропатолог психиатр физиолог с мировым именем он был учителем и сподвижником мамы одним из самых активных деятелей ее манджурского братства ее спасения тоже мне ничего не удалось найти по поводу этого общества ничего ну просто вообще ничего визит Этингера еще раз напомнил наболевшее гибель Бехтерева загадочностью и внезапностью потрясла ученый медицинский мир России 23 декабря этот жизнерадостный человек отличавшийся как говорили о нем бехтеревским здоровьем под овации заканчивающегося первого всесоюзного съезда невропатологов и психиатров и прочитывает свою итоговую лекцию извещает участников собрания о начале 24 декабря в субботу еще одного первого всесоюзного съезда педологов тут же уезжает в институт психопрофилактики занимается там до вечера и полной силы энергии появляется на спектакле Любовь Яровая в Малом театре с Еленой Николаевной Гоголевой вот смотрите здесь он пишет про Малый театр и спектакль Любовь Яровая есть еще Большой театр Лебединое озеро вот Додин пишет что это было все-таки Малый театр с Еленой Николаевной Гоголевой в заглавной роли которую не поймал у себя в Ленинграде по окончании представления Владимира Михайловича не пускают домой настойчиво рекомендуют посетить музей театра размещенный в маленькой комнатке под чердаком здания музей в котором и глянуть-то было не на что скажет позднее Гоголева а затем провожают вниз в кабинет директора театра и там только что не силой по выражению супруги Бегтерева а вот правнучка Бегтерева пишет о том что она Бегтерева вот эта Берта Яковлевна говорила что они ели конфеты она сама его угостила она сама ела конфеты ничего такого особенного не было еще информации что он отравился консервами и так далее где-то мороженым но вот Додин пишет именно так чуть ли не силой по выражению супруги Бегтерева приглашают за приготовленный стол с чаем и пирожными это по периодике 1927 года вот еще вот это печаталось вот такой вариант уже на извозчике у Владимира Михайловича случилась обильная рвота она не прекращалась и дома у друзей Бегтеревых благоволенных когда больному стало совсем плохо хозяин дома сам известный московский доктор вызывает и скорой помощи для ученых постоянного лечащего врача Бегтерева Леонида Григорьевича Левина давнишнего друга Владимира Михайловича Левина или Левина не знаю возможно Левина но его телефон отключен тогда доктор благоволен звонит поликлинику Цикубу на Гагаринский но вместо Кончаловского Фромгольда Плетнева или Зеленина профессоров специально ожидающих срочных вызовов по неотложным случаям заболеваний особо опекаемых ученых приезжает клиницист профессор Бурмин чем-то до открывшегося вдруг заикания смертельно напуганный он настолько растерян и раздавлен что даже не пытается удержать около себя не то чтобы защитить захваченного им с собой вот в кавычках он пишет и прибывшего вместе с ним к больному профессора Шервинского когда примчавшийся вслед за ними четверо неизвестных о чем и писала правнучка что были неизвестные люди вышвыривали этого почтенного старика из квартиры благоволенных зачем для чего этот уважаемый всеми 80-летний человек признанный глава московских терапевтов председателя московского всесоюзного терапевтического общества как напишут о нем в вечерней Москве был привезен Бурмин лечащим врачом самого Калинина вот пожалуйста Бурмин лечащий врач самого Калинина и Рейн помощник Калинина все они находятся у постели Бехтерева вот куда подводит Додин действительно они там все были к больному Владимиру Михайловичу на этот вопрос ответили газеты тремя сутками позднее его непререкаемый авторитет четкость его мышления и точные диагностические формулировки оказались боеспасительным прикрытием безвыходнейшей ситуации в которой оказался Бурмин точно оказался уже куда-то приглашенный и кем-то проинструктированный выскажется в те же дни невропатолог Крамер директор поликлиники той самой Цикубу и одновременно сотрудник кафедры нервных болезней второго медицинского а ведь это тот самый Крамер что в 1922 году стал основным лечащим врачом Ленина не однажды приглашая Владимира Михайловича к постели своего именитого больного то ли к Ленину Крамер проникся к Бехтереву глубочайшим уважением и всегда был готов оказать ему любую поддержку между прочим в том же 1927 году Крамер осматривает и Сталина по поводу развившейся атрофии мышц левой руки как писал он сам диагностические сложности страх Сталина перед любой болью вот тоже я не проверяла не нашла пока эту информацию писал ли это Крамер и особая ответственность за любые промахи в лечении побудили меня предложить консультацию Бехтерева Сталин колебался но в середине декабря согласился на нее так случилось что эта консультация была возможна только в дни первого съезда невропатологов и психиатров когда Бехтеревы появились в Москве предположительно 22 или 23 декабря не исключено пишут многочисленные авторы этого дома что Бехтерев осматривал Сталина дважды но именно 23 он имел для этого не менее 3 часов вот Додин пишет этого домысла а затем они очень живописно домысливают и сам процесс этой пикантной беседы консультации в результате которой чуть позднее якобы появляется ошеломляющий психиатрический диагноз паранойя то есть получается что Додин категорически отвергает вот он сейчас будет выдвигать свою собственную версию гибели академика Бехтерева не исключено все без исключения авторы этих россказней единодушны в одном свое мнение Владимир Михайлович сообщает по телефону только одному крамеру с кем-то должен же он был поделиться этим открытием чтобы оно точишь разнеслось по Москве и напрямую привело его к логическому концу столику с импровизированной закусью под чай в кабинете директора театра с этого момента Бехтерев обречен заключают они при этом часть доброхотов объясняет причину трагедии тем что по возвращении в Ленинград автор диагноза немедля сообщит его Зиновьему естественно как член Ленсовета Зиновьев а при чем тут Зиновьев вот у нас еще появляется нет ни минуты не оставалось у Бехтерева и его супруги после того дня в институте психопрофилактики напрочь упущено было фальсификаторами и если бы только ими что чета благоволенных самых близких друзей Бехтеревых в доме которых по Дурновскому переулку что у собачьей площадки на Арбате они всегда останавливались абсолютно точно знала все что в эти дни происходило с Владимиром Михайловичем и его женой и вокруг них а знала она во-первых что Сталин еще 21 декабря в день своего рождения извинился перед приглашенным им Крамером и сообщил что времени у него на упомянутую консультацию до первых чисел января не будет Крамер тогда же позвонил благоволенную домой и попросил сообщить об отмене встречи Бехтереву тем не менее слух о невысказанном диагнозе был уже выпущен и пошел гулять то есть Бехтерева еще не убили вот он еще не умер вернее его отравили но он еще живой а слух уже пошел все было подготовлено вот на что о чем говорит Додин тем не менее слух о невысказанном диагнозе был уже выпущен и пошел гулять именно тотчас после начала болезни Бехтерева нужно сказать что сама эта версия выеденного яйца не стоила бы если бы Сталин расправился с одним из участников консилиума из-за страха перед высказанным им ошеломляющим диагнозом то почему не ликвидировал другого потом кто же кого заложил Крамер это чтобы и ему вкусить от щедрот директора малого театра или сам автор ошеломительной новости тут же якобы разболтаны им по подключенному коммутатору Сталина телефону вот смотрите он намекает на кого-то он знает кто запустил эту утку но не говорит он здесь в этой статье он просто намекает кому-кому но не им личным врачам вождей нужно было дожидаться бегства Бажанова вот по Бажанову у меня будет тоже по книгам Бажанова секретаря Сталина у меня тоже будет отдельная информация чуть позже и публикации его книги с деталями кремлевской системы прослушивание телефонных бесед лейбдокторов в особенности знала чета благоволенных во-вторых что именно в институте профилактики следует искать разгадку трагедии ученого вот это главная главная строфа там после его лекции ему сообщили новость вместе с ним съезд педологов будет открывать коллега Штерн директор института наркомпроса и она же рекомендована его сопредседателем одновременно стало известно что группа ученых медиков и педагогов неожиданно отказалась от участия в этом столь ожидаемом и важном для них съезде между прочим и мама просила ее не ждать человек горячий импульсивный Бехтерев не назвав имени навязываемой ему сопредседательницы вспылил и выкрикнул в аудиторию рядом с нами я не потерплю присутствие детоубийцы все были в шоке догадались только поднести Бехтереву стакан воды которую тот расплескал дрожащей руке друзья его в отличие от слушателей хорошо узнали причину волнения ученого и немедленно приняли меры для угошения публичного скандала понимая какие силы он поднимает они не ошиблись но в конце 1927 года ничего уже сделать не могли Бехтерев который как оказалось уже не раз порывался раскрыть сущность деятельности Штерн был обречен напоминаю та самая Штерн о которой в предыдущем фильме говорили в памяти Додина его соратники они говорили о докторе Менгеле вот того времени думаю для первой части пока достаточно и так очень много информации и продолжение следует постараюсь сделать прямо прямо быстро благодарю за внимание благодарю всех кто поддерживает мой канал с вами была Галина Конышева подписывайтесь на мой телеграм канал вконтакте подписывайтесь в одноклассниках есть мои страницы и группы чтобы меня найти не потеряться всех вам благ до свидания